Немного осталось до 9 мая, не о памяти и почести. Память об ушедших героях Второй мировой войны будет жить вечно. Те, кто в наши дни продолжает вдохновлять нас с примером мужества и стойкости, окружены теплом государства. В эти дни во всех регионах денежное вознаграждение в соответствии с указом президента, а также ценные подарки вручаются ветеранам в торжественной обстановке. На одной улице Алтарыхского района Ферганской области. Адрес живой легенды военных лет участников Второй мировой Толанбой Аташ Акирова. Свои неполные 18 он попал на передовую военных действий, испытал на себе все ужасы войны и благодаря милости Всевышнего остался живым. Вернулся в родной край. Ветеран органов внутренних дел 30 лет эффективно трудился в службе пожарной безопасности. Свой долгий жизненный и профессиональный путь, наполненный подвигом и самопожертвованием, вспоминает с большой благодарностью. Ведь истинное счастье уверена Ксакал в том, чтобы жить ради спасения многих жизней. Денежное вознаграждение в соответствии с указом президента страны, в размере 12 миллионов сумм и ценные подарки ветерану торжественно вручил Хаким Ферганской области. Руководитель областной администрации зачитал поздравительное послание президента. От всей души направляю вам самые искренние пожелания по случаю общенародного праздника, Дня памяти и почестей и 76-летия со дня победы над фашизмом. Слова глубокого уважения и внимания со стороны главы государства для убеленного сединами Аксакала посыл к тому, чтобы продолжать жить и радоваться великому дару свыше, встречая в кругу родных и близких еще не одну весну. Следующий адрес драгоценной памяти народной в Кувинском районе. Утопающий в цветах дом словно торжественный гимн мирной и счастливой жизни. Здесь проживает 96-летний Муминджон Атта Ташматов. Этот дом он построил когда-то своими руками. Сегодня он полон детей, внуков и дорогих гостей. Ветеран делится воспоминаниями, чтобы следующие поколения из страшных и бесчеловечных событий военных лет извлекли уроки стойкости патриотизма, пропитанные бесконечной любовью к родному дому и родной земле. Ведь ради этих мирных дней они сражались, не щадя себя. В торжественной обстановке зачитано поздравительное послание президента, вручены материальные вознаграждения и ценные подарки. В 1926 году родился Аревджон Атта Муминов, житель села Вудыл Ферганского района. На войну юноша добровольцем отправился в декабре 1943 года и участвовал в горячих схватках с фашизмом в Москве, Германии, Венгрии и Чехословакии. Он пережил страшные дни, голод и многие другие бедствия военных лет. Никогда не угасала жившая в сердце Аревджона Муминова надежда вернуться на родину с победой. Сердечная благодарность за мужество, героизм, а также мирный труд на благо родного края наполнили дома Ксакала. Особенно тронуло поздравительное послание главы государства. Ведь внимание такого уровня дают ветерану новые силы. Согласно указу президента страны, участнику Второй мировой войны вручено единовременное денежное вознаграждение и ценные подарки. В войне 1941-го приняли участие более 150 тысяч наших соотечественников из Самаркандской области. В их ряду, проживающих в Постаргомском районе, Парда Рузыев, которому уже почти 100 лет. Дорогами войны он прошел не один год. Во время освобождения от фашистских захватчиков городов в одном из боевых сражений получил серьезную травму ноги. После возвращения на родину работал в сельском хозяйстве. Воспитал восьмерых детей. Говорят, самое большое счастье для человека – это видеть свои плоды. Ветеран окружен постоянным вниманием и заботой родных и близких. А по случаю приближающегося дня памяти и почестей, его дом посещают представители областной и районной администрации, руководители секторов, общественность. Участнику Второй мировой войны вручили ценные подарки и денежное вознаграждение. Хаким Самаркандской области зачитал поздравительное послание президента. Выраженные в поздравлении слова уважения и признательности за доблесть, мужество и отвагу. Достойный вклад в победу над фашизмом останутся в сердце ветерана как факт того, что его дела будут помнить всегда. Как вечный огонь будет гореть в сердцах нынешнего и следующих поколений память о подвигах тех, кто не жалел своих жизней во имя сегодняшнего мира. В эти дни встречи с участниками боевых сражений проходят и по другим адресам региона. Герои военных лет для молодого поколения – это живой образец для подражания. Чтобы не прерывалось нить поколений, а яркий пример мужества и отваги питал корни новых всходов на созидательной ниве Узбекистана. Сегодня в Новоиской области проживает 15 участников Второй мировой войны. Двое из них на Бахорском районе. Бафа Бобу Бахронова призвали на войну, когда ему было 19 лет. В соответствии с указом главы государства, убеленным сединами ветеранам оказывается всесторонняя поддержка и внимание. Денежные вознаграждения в размере 12 миллионов сумм и памятный сувенир торжественно вручили прошедшими суровыми тропами военных лет Бафа Бобу Бахромову. Ветерану также зачитано поздравительное послание президента. Дом 97-летнего Бафового Бахромова всегда полон людей. Навестить уважаемого соотечественника пришли и в этот день. Наш герой, вернувшийся победителем после кровопролитных боев, учился в университете, стал врачом и много лет добросовестно трудился, чтобы уже в мирное время служить людям, заботиться о их здоровье. Поздравить героя пришли дети, активисты Махаля, ответственные лица и молодежь. В беседе с ними участники мероприятия отметили, что ветераны войны и трудового фронта находятся в зоне постоянного внимания и заботы со стороны государства. А к Сакалу были адресованы самые искренние и теплые слова благодарности и пожелания. Подвиги участников Второй мировой войны никогда не будут забыты и останутся в сердцах миллионов людей. Подобные мероприятия в честь ветеранов продолжаются по всему региону.